Так, ну, немного уже представился, но давайте повторю. Зовут меня Белосов Сергей. Вообще говоря, я сотрудник компании Intel, работающий на позиции исследователя искусственного интеллекта, но тут небольшой дисклеймер, что в данном случае я скорее представляюсь как независимый исследователь, поскольку данная работа не имеет никакого отношения к компании Intel. И, соответственно, не стоит воспринимать мои слова как официальную позицию компании по какому-либо из вопросов. Вот, формальности соблюдены, поэтому давайте начнем. Начнем давайте вот с такой истории. Где-то в 2018 году возник небольшой инфоповод, когда некоторые цифровые издания начали публиковать статью примерно следующего содержания. Они публиковали некоторое количество фотографий людей, по крайней мере, пользователю должно было казаться, что это люди. И была подпись, что смотрите на этих людей, на самом деле их не существует, они сгенерированы искусственным интеллектом. И далее по тексту говорилось, что вот уже практически наступило будущее, в котором у нас синтетические люди будут обманывать людей на деньги и так далее. На самом деле все эти работы, если говорить технически, что произошло, произошел публичный релиз такой нейронной сети, как StyleGun от компании Intel, от ее исследовательской группы, во главе с Терр Каросом и прочими. И некий товарищ под ником Lucy Drains, это некоторый селебрит из GitHub, собрал небольшой сайт под названием This Person Doesn't Exist, который при заходе показывал сгенерированное синтетическое лицо, достаточно фотореалистичное. И при каждом обновлении страниц оно выдавало новые лица. На момент 2018 года это вообще говоря выглядело как некоторая фантастика, потому что на тот момент других генеративных сетей с таким же качеством фактически не существовало. Они выглядели довольно плохо, а тут картинка была на уровне, возможно, даже выше, чем у CGI, который используется в кинематографе. Наверное, это было первое появление таких действительно качественных генеративных сетей, которые уже могли начинать обманывать людей. И, соответственно, сегодня речь пойдет. Сначала сделаем небольшой овервью того, что из себя представляет сеть StyleGun и некоторые ее модификации ровно до тех пор, до каких нам надо. И поговорим о моей работе, которая тоже немного относится, в некотором смысле развивает идею StyleGun, позволяя их запускать на более low-power железе. Но давайте для тех, кто забыл, немного напомню, что такое в принципе генеративные сети, в частности генеративно-состязательные сети, которыми в частности являются StyleGun. У нас есть достаточно простой фреймер, когда у нас есть некоторая сеть генеративная, неважно, что она из себя представляет, сверточная сеть, трансформер, полносвязанная. Она принимает на вход некоторую случайную переменную, на основе которой генерируют некоторый сэмпл из распределения, которым предполагаем распределением реальных данных. И у нас есть некоторая другая сеть, которая пытается сравнить наш генерированный сэмпл с реальным и сказать, он реальный либо фейковый. Ну, то есть, грубо говоря, обычный бинарный классификатор. И задача такого обучения в том, чтобы дискриминатор научился постоянно отличать реальные сэмплы от сгенерированных, а для генератора генерировать сэмплы, которые обманывают дискриминатор. Если посмотреть слева, лос-функция, которая оптимизируется в этом фреймверке. Но если на самом деле по-рабочко-христиански говорить, это самая обычная лос-функция. Единственное, если мы уберем момент обучения дискриминатора, который пытается подобрать веса, позволяющие отличить генерированных сэмпл от реального, то это самая обыкновенная лос-функция, аналогичная L1, L2. Которая просто сравнивает фичи из двух распределений и говорит какой-то результат. Когда мы добавляем обучаемый дискриминатор, у нас получается некоторый такой обучаемый hard example mining, который пытается подбирать, выискивать сложные примеры в генерируемых сэмплах, которые отличают реальные от генерируемых сэмплов. Ну и, соответственно, туда пускать больше лоса, чтобы быстрее сближать эти два распределения. Надеюсь, я недостаточно путанно это рассказал. Обычно говорят, какая тут есть мини-максная игра, это то, что нам Goodfellow рассказывал в своей оригинальной работе, но, мне кажется, довольно сложно для понимания. В общем, на данный момент это все, что нам нужно знать про ганы. То есть, если будут какие-то поправки в этом пайплайне, я буду говорить дополнительно, что мы что-то меняем. И второе теоретическое введение, которое нам требуется для понимания дальнейшего рассказа. Секунду, у меня тут приклеилось к экрану. Как мы вообще валидируем результаты? То есть, вот смотрите. У нас на выходе получается, что у нас есть некоторое обучающее множество реальных сэмплов, реальное распределение данных, и есть некоторое распределение данных, порождаемое нашим генератором. Нам хотелось бы понимать вообще, насколько качественно мы это сгенерировали. Поскольку у нас тут нет для каждого сгенерированного сэмпла граунд-руса, какой мы хотели получить, то в лоб это сделать достаточно сложно. Поэтому обычно применяется метрика под названием FreeShare Inception Distance. Это расстояние между двумя распределениями, задающимися средним эвариансом. То есть, в одномерном случае это будет просто FreeShare Distance, как в первой строке указано. Если у нас какое-то распределение многомерное, то формула выглядит вот примерно так. По сути, это все то же самое, просто у нас теперь вектор многомерный. Поэтому нам нужно посчитать матриц-кавариации ТЛИА и бейдингов. На практике это как считается. У нас обычно есть сгенерированный, у нас есть граунд-рус картинок, которые реальное распределение картинок. Есть сгенерированные. Мы пропускаем эти и другие через какую-то конвуляционную сеть, получаем у нее эвбейдинги и считаем расстояние FreeShare между этими эвбейдингами. И утверждается, что если взять сеть Inception V3, взять ее эвбейдинги для реальных фейковых сэмплов, то расстояние между двумя этими распределениями, которые мы аппроксимируем гаусианой, будет соответствовать человеческому представлению о красоте картинок. На практике это вообще не так. На практике метрика отвратительная, она слепая и непонятно, как с ней работать. Первая проблема в том, что для того, чтобы у нас вот эти распределения аппроксимации получились достаточно качественные, нам нужно взять очень большое количество сэмплов. То есть обычно для того, чтобы там повалидировать какой-то генератор, нужно сгенерировать порядка 100 тысяч картинок и посчитать для нее характеристики для этого распределения. Это очень много. На практике у нас обычно в тройне столько картинок нет, поэтому метрика получается очень шумной. Вторая проблема, что поскольку мы считаем в таком большом распределении, и у нас нет какого-то pure image соответствия между реальным и фейковым распределением, непонятно, как эту метрику вальдировать. То есть мы получили одно число, а что она означает, довольно сложно понять. То есть это метрика, в которой мы можем говорить, что у нас там от предыдущего эксперимента она стала лучше или хуже. А почему, мы не можем сказать. И есть еще такая проблема, что обычно все используют как раз Inception V3 во всех статьях. И есть только одни правильные веса, на которых эта метрика воспроизводится. Причем вот эти веса, они сгенерированы каким-то TensorFlow кодом лет 5 назад примерно, который уже не запускается в связи с тем, что TensorFlow ушел довольно далеко, и с новыми кодами его собрать старую версию довольно проблематично. Поэтому воспроизводимость статейных результатов, она затрудняется тем, что нет эталонной имплементации метрики, и нужно каждый раз перед тем, как завалидировать свою сетку, взять какую-то референсную статью и попытаться воспроизвести ее результаты. Вот если мы этого не сделали, то мы вообще не можем говорить, как наши результаты соотносятся с какими-то другими. Потому что, возможно, мы взяли какую-нибудь другую там, другие веса инцепшены, и у нас теперь метрика в 10 раз больше стала по абсолютно непонятным причинам. И вот такие вот причуды. Но, с другой стороны, лучшей метрики у нас нету. Единственная метрика, которая лучше фида, это посмотреть глазами. Сгенерировать много сэмплов и посмотреть глазами. Вот это работает лучше, чем фид, но оно довольно субъективно. Но далее мы будем ссылаться на эту метрику, когда будем говорить о качестве. Ну и давайте теперь ближе к нашей теме, к генерации лиц. То есть, вообще говоря, в оригинальной своей статье Goodfellow в 2014 году, когда заинтродюсил, в принципе, фреймверк Generative Adversarial Networks, он уже предложил некоторую сеть, которая могла генерировать черно-белые, но в оттенках серого, лица людей в маленьком разрешении. 64 на 64. Выглядели они вот как слева. То есть, тут, в принципе, можно понять, что это лицо. Но обмануть человека тем, что это фотография, довольно сложно. Потому что видно, что лица достаточно некачественные. И на самом деле, вот это качество довольно долгое время не получалось улучшить. То есть, если посмотреть направо, то можно заметить, что работа DC и GAN, это следующая более-менее осмысленная попытка начать генерировать изображение, произошла аж через два года. Что-то для Deploring очень много. И результаты выглядят довольно посредственно по-прежнему. То есть, разрешение у нас увеличилось всего вдвое. Это по-прежнему условные этикетки для спичечных коробков. Разрешение 128 на 128. На лица это, в принципе, похоже отдаленно, но не очень. Опять же, человека мы обмануть не можем. И, начиная с DC-GAN, у нас все опять застоприлось примерно на пару лет. То есть, попытки увеличить разрешение не приводили ни к чему. Когда мы брали генеративную сеть, ту же, например, DC-GAN, и пытались просто к ней добавить некоторое количество блоков, чтобы увеличить еще разрешение хотя бы в два раза, пайплайн у нас весь развалился, становился неустойчивым. И ни к чему хорошему это не приводило. Вот. И наступил 2018 год. Это, по-моему, начало 2018 года, когда группа TerraCars из компании NVIDIA опубликовала статью под названием Progressive GAN. Они предложили очень простое решение проблемы с тем, что у нас неустойчивые тренировки генеративных сетей высокого разрешения. Они подумали, что, смотрите, у нас есть, например, DC-GAN, который умеет генерировать изображение в разрешении 64 на 64. 128 на 128. Но если мы пытаемся его увеличить до 256 на 256 и тренировать с нуля, то у нас все разваливается. Но 128 мы как-то все-таки тренировали. Тут возникает идея. Давайте мы сначала натренируем сеть в маленьком разрешении, а потом к ней сверху добавим некоторое количество еще блоков, увеличивающих разрешение больше. И будем тренировать теперь новую сеть. Но не с нуля, а используя предыдущие веса. Соответственно, был предложен фреймворк, в котором мы начинали обучение генеративной сети в минимальном разрешении. В частности, в их случае это было 4 на 4. И прогрессивное увеличение разрешения путем добавления блоков как в генератор, так и в дискриминатор. То есть мы натренировали какую-то там генерилку изображений на 4 на 4 до упора, потом добавили еще один блок и в генератор дискриминатор снова обучили до упора, еще добавили и так далее. Благодаря этому удалось добиться генерации стабильной, качественной и красивой на разрешении 1024 на 1024. Это была просто фантастика для 2018 года. И если посмотреть направо на изображение, они, конечно, уменьшены, но в оригинале это как раз HD качество. Они уже достаточно похожи на настоящих людей. И в принципе, если выбирать отдельные изображения, то можно даже обмануться, что на самом деле это не фотография. Если говорить про метрику, то в FreeShane Inception Distance у нее был восьмерочка. Поскольку нам пока не с чем это сравнивать, можно просто принять эту цифру, что fit 8. Следующим открытием произошло опять через год от той же самой группы... Группа исследователей, опять же, терракарос и все те же самые лица, это уже сеть StyleGAN, то есть прообраз современных стайлбейст-генеративных сетей. Что они сделали? Основная у них концепция какая? Как работает обычная генеративная сеть? На вход приходит некоторая случайная переменная, и далее из нее разворачивается изображение, которое мы пытаемся предсказать. Авторы предложили, а давайте мы будем делать не вот так, не напрямую, а сделаем обходной маневр. То есть мы возьмем случайную переменную и прогоним ее через некоторое количество полносвязанных слоев и получим другую отображение этой случайной переменной в некоторое латентное пространство той же самой размерности. И далее мы будем подавать уже вот эту переменную в генеративную сеть, которая будет непосредственно генерировать с этой переменной уже финальное изображение. Но тут они тоже пошли на хитрость и предложили не напрямую разворачивать из этой переменной, а предположить, что вот наша случайная перемена это некоторый стиль, вернее, это некоторое описание изображения, которое мы должны получить, но не напрямую само изображение в маленьком разрешении. То есть идея тут какая? У нас в нашу генеративную сеть всегда приходит некоторый константный блок, из которого мы разворачиваем все изображение. И по ходу дела мы должны как-то применить нашу случайную латентную переменную. Ее мы применяем как коэффициент нормализации в слой Adaptive Instance Normalization. Сейчас мы поговорим, как работает этот слой. И на самом деле вот эта связка константного инпута плюс латентной переменной нам дала просто какой-то невероятный прирост качества. и фид провалился вдвое до 4,4 относительно предыдущей работы. Это был прорыв. Давайте обсудим. Чтобы понять, как это работает, давайте посмотрим, как работает Adaptive Instance Normalization. Давайте вспомним, что такое у нас бачнорм. Бачнорм – это у нас вычесть средняя, поделить на дисперсию. Это по бачу. И плюс у нас есть дополнительные свободные параметры. Scale, Shift, которые у нас просто обучаются через Backward Pass. Это всем нам известный бачнорм. Но когда люди пытались решить задачу стайл-трансфера, то есть когда у нас есть некоторая картинка, мы на нее хотим перенести стиль с другой картинки, люди подумали, что давайте будем… В общем, пришла такая идея – закодировать стиль изображения в параметрах распределения латентного пространства. Идея какая? Давайте возьмем тот же бачнорм, но свободные параметры у нас будут не свободными обучаемыми, а некоторые константные параметры, которые обучаются где-то вне этого слоя, и мы просто применяем их к нашему латенту. То есть смотрите, у нас пришел некоторый слой, мы его нормализовали, как обычно, в бачнорме. У нас получилось некоторое количество каналов. Эти каналы сейчас у нас являются нормализованными. Нам нужно их теперь, скажем так, модулировать. И мы их модулируем параметрами нормализации от некоторого другого изображения. То есть если применительно к Style Transfer, у нас есть латент от нашей референсной картинки, есть латент от нашей нереференсной картинки, от нашего стиля. Мы берем параметр нормализации от нашего стиля, применяем ее к референсной картинке, и оказывается, что таким образом можно наложить стиль при сохранении контента исходного изображения. Собственно, в этом суть Adaptive Instance Normalization. И еще небольшое отличие от бачнорма заключается в том, что мы делаем нормализацию внутри среднего дисперсии не по бачу, а Per Sample независимо. Поскольку нам нужно нормализовать сэмпл и потом его модулировать. Это у нас все происходит Per Sample, не Per Batch. В этом суть Adaptive Instance Normalization. В случае, когда мы говорим о Style GAN, свободные параметры у нас, они приходят из нашего латента, из отображения нашей входной переменной в некоторое латентное пространство V. Авторы его так и называют VSpace. И оказалось, что такое обобщение, то есть когда мы говорим, что мы можем через нормализацию передавать не только стиль, но и, вообще говоря, весь контент нашей сцены, оказалось достаточно хорошей и позволило существенно увеличить качество. И еще интересное было наблюдение для такой сети, что когда мы случайную переменную подаем не напрямую в генеративную сеть, отображая ее в некоторое латентное пространство, то из самой тренировки получается, что внутри латентного пространства у нас наша переменная получается в некотором смысле распутанная. В том смысле, что для отдельных компонент нашей латентной переменной W мы можем понять, на какую визуальную фичу генерируемого изображения она влияет. И варьируя эти компоненты, мы можем делать редактирование изображений. То есть если посмотреть направо, мы можем увидеть, что у нас есть некоторое исходное изображение и некоторые его модификации. Вот эти модификации получены, как мы отображаем наше изображение в латентное пространство W и далее модифицируя его компоненты некоторым известным нам образом, мы можем влиять на разные визуальные фичи. То есть там поправить нос, изменить прическу, добавить очки, возраст поменять. И получилось, что сталган нам не просто генерирует очень качественное изображение, но также он позволяет делать conditional generation и editing для изображений, что оказалось достаточно важно, поскольку редактирование у нас происходит не дискретно, как это мы привыкли видеть в каких-нибудь приложениях для редактирования лиц. Например, все, наверное, видели такое FaceApp, когда мы делаем фотографии, и потом он нам старит ее. Старит он всегда фиксированным образом в некоторый неопределенный возраст, который он считает старым. Тут мы можем это делать непрерывно, то есть составить до того момента, до которого нам надо. И вот благодаря этому свойству сеть сталган стала очень популярна как раз в контексте редактирования лиц и каких-то их модификаций. Сам по себе... Можно вопрос, извиняюсь. Ага. Ну, то есть просто нейронные сети – это обычно такой черный ящик. Мы можем понять изначально, ну, то есть мы можем сказать, что там это компонент, вот это вот веса, да, W, она там отвечает за возраст. Или как-то смоделировать сеть таким образом, чтобы это так стало. Или это происходит как, что у нас вот есть вот это, то есть мы в это пространство, да, спроизвали наш латентный вектор, а потом подвигали какой-то там параметр и посмотрели так, о, это на волосы влияет. Ну, то есть мне просто не очень понятно, как это происходит. Да, то есть мы, кажется, должны это немного обсудить подробнее дальше, но давайте я сразу тогда отвечу. Тут, когда эта сеть была опубликована, рядом с ней возникло большое количество исследований, которые как раз направлены на то, чтобы, во-первых, уметь отображать реальные изображения вот в это латентное пространство W. То есть у нас есть, условно говоря, вот фотография Брэда Питта, но она, очевидно, сгенерирована не с Телганом, а фотоаппаратом какого-то фотографа. И чтобы ее редактировать при помощи вот этой сети, нам нужно каким-то образом Брэда Питта закодировать при помощи там некоторого количества компонент вектора W. Возникли некоторые подходы к отображению вот этого изображения в это латентное пространство. То есть там в самом ванильном случае мы генерируем некоторую случайную переменную W, начинаем градиентным образом приближать генерируемое из этого W изображение к нашей искомой фотографии, которую мы хотим получить. Вот это первая часть. То есть мы научились отображать, но по-прежнему мы не понимаем, какая компонента к чему относится. И рядом возникла вторая ветка исследований, которая говорит, давайте попробуем подумать, как нам понять, какая компонента за что отвечает. Там тоже есть некоторое количество работ, которые как раз направлены на то, чтобы понять, какая компонента к чему относится. В частности, там, наверное, самый яркий представитель, это такая работа под названием StyleFlow. То есть там непрерывный нормализинг-флоу модельку обучили принимать на вход нашу латентную переменную и применять к ней нужные атрибуты. И, соответственно, выдавать нам новую переменную W, в которой отредактированы нужные нам атрибуты нужно нужным образом. То есть там берется классификатор, мы каким-то образом дергаем эту переменную W, смотрим, как у нас меняется классификатор для генерируемого изображения, и таким образом понимаем, как интерполировать W внутри латентного пространства, чтобы получать определенные признаки. Например, наличие очков, наличие прически или лысины и так далее. Понятно, более-менее. То есть это немножко сложнее, просто мне так это по изначальному рассказу показалось, что типа вот прям такая-то координата там, я не знаю, за возраст отвечает, а такая-то координата там, я не знаю, за цвет кожи. Я не знаю еще что-то. На самом деле это правильное представление, но не совсем. То есть как раз, когда оказалось, что давайте мы сначала случайную переменную замаппим в какой-то латент, оказалось, что вот этот маппинг-нетворк, она нам позволяет получить распутанную переменную. То есть вот в исходном, в случайном векторе Z мы не знаем, к чему что относится. Но в переменной W мы можем, грубо говоря, там просто каждую компоненту руками подергать, и оно будет отвечать за небольшое количество визуальных признаков. В идеале бы, конечно, оно могло отвечать за один признак. Ну, словно говоря, мы взяли нулевую компоненту, ее как-то там меняем, и у нас появляются либо исчезают очки на лице. Но, к сожалению, пайплайн не идеален, поэтому у нас условно изменятся, например, очки и поза человека. Но такими простыми методами мы можем какие-то простые признаки, ну, достаточно общие найти. Там есть конкретные компоненты, которые отвечают, например, за позу головы в пространстве. То есть ее можно там как-то вращать, но, естественно, в рамках того, насколько они были в вариативности исходного дата сета, просто дергая конкретные компоненты, не используя никаких там дополнительных моделей. Вот. То есть там и есть такие методы. Это как раз преимущество того, что у нас Lettend, он теперь более-менее распутанный. Вот. Ну, какая была... То есть сеть была, в принципе, хороша всем. Качество генерации неплохое. Появилась возможность редактирования либо conditional generation, но было некоторое legacy. То есть, как мы помним, Progressive Gun тренировался каким образом? Мы послойно обучали дополнительные блоки, которые, по сути, являются там суперрезолюшеном предыдущего блока. Вот в Style Gun все используется точно так же. То есть мы начинаем обучение с генерации какого-то очень маленького разрешения, там 4 на 4 условно. И когда тренировались до упора, мы добавляем следующий блок, следующий, следующий, следующий. И это получается такое сложное оверинженерное решение, при котором мы многократно повторяем тренировку и устойчивое зависит от всех предыдущих шагов. То есть если на ком-то мы сломались, то дальше кина не будет. С этим надо было что-то делать. Поэтому, как нетрудно догадаться, появилась следующая модификация этой сети под названием Style Gun 2. Во-первых, в ней, опять же, улучшили метрику снова в два раза. То есть теперь фит уже получился 2.84. И есть подозрение, что вот эта метрика, она находится в принципе в практическом минимуме, который можно достигнуть на используемом дата-сети. То есть он просто уже насытился. И там было на самом деле много модификаций, повышающих качество и стабилизирующих тренировку. Давайте их рассмотрим. Первое, что попало под нож, давайте вспомним, как у нас применялся стиль в нашем Style Gun. У нас использовался стандартный Adaptive Instance Normalization. То есть у нас приходил слой, мы его нормализовали на среднюю дисперсию и потом применяли наш слой, наш стиль. Что тут можно заметить? Если мы опять же вспомним, как у нас работал Style Gun 1, у нас активация начиналась с константного input. То есть у нас каждый раз, независимо от того, какое лицо мы генерируем, у нас активация приходила одна и та же на вход. И мы начинали из нее разворачивать. И на самом деле, не нарушая общности, мы можем предположить, что у нас наш константный вход, он уже является нормализованным распределением. Соответственно, вот эта штука внутри нормализации, она в принципе не имеет смысла, потому что у нас уже X и так нормализованный, и нам его нормализовать дополнительно не требуется. Поэтому вот эту штуку, по идее, можно вообще было выкинуть. И тогда бы у нас получилось, что вся нормализация сводится к тому, что нам пришла активация, и мы просто домножаем ее на некоторые коэффициенты стиля. Ну и плюс там сдвигаем. Shift на самом деле тоже можно убрать, поскольку эту операцию можно унести в Bice, и она в принципиальной роли не играет для нас. Тогда бы вся операция свелась просто к умножению активации на некоторый стиль. Но, к сожалению, настолько все просто быть не может, потому что никаких ограничений на стиль у нас нет. Соответственно, у нас может прийти активация, мы умножаем ее на какой-то стиль. Какая-то из компонентов этого стиля может быть неадекватно большой. Ну, например, мы просто взяли и какой-то из каналов умножили на тысячу. Соответственно, в следующих слоях вот эта активация с очень большой магнитудой, она нам все ломает и приводит либо к расходимости еще в процессе тренировки, либо к артефактам уже во время генерации. То есть если у нас какой-то канал становится очень большим по значениям, то обычно это приводит к каким-то таким бликам на генерируемом изображении. То есть у нас есть картинка и на ней есть какое-то белое пятно, например, пересвет. Поэтому авторы предложили новую схему нормализации, которая, во-первых, учитывает, что у нас всегда активация приходит, возможно, константной, уже нормализованной, и накладывает, нормализует вот этот стиль для того, чтобы у нас не получалось скачков магнитуды для активации для следующих слоев. Идея тут была какая? Что нам приходит стиль и давайте соберем из него, из нашего стиля и, пардон, из ядра свертки некоторое нормализованное ядро свертки. То есть как мы это сделаем? Вот у нас есть и если наша операция сводится к тому, что мы просто умножаем активацию на стиль, то на самом деле это можно пропихнуть внутрь свертки. То есть мы будем просто сворачивать с ядром, в котором ядро умноженное на стиль. Но это то же самое вычислительно. И тогда, если у нас на вход приходила активация нормализованная, то в результате этой свертки дисперсия активации на выходе будет зависеть только от нашего стиля и от ядра свертки. На самом деле нужно просто нормализовать на длину. Для каждого канала нормализовать на длину соответствующих весов из ядра свертки, отскалированных на соответствующую компоненту стиля. Соответственно, мы можем все запихнуть внутрь ядра свертки. То есть у нас будет просто отскалированное, перемноженное ядро на стиль и нормализованное на свою дисперсию. Вот в результате такой свертки, если у нас на вход приходила нормализованная активация, то и на выходе будет она тоже нормализованная. Авторы назвали такой механизм modulation denulation, как это они сделали в статье. То есть мы сначала модулируем некоторым стилем наш, ну, либо активацию, либо веса, как у них. это было использовано. А потом делаем демодуляцию, то есть нормализуем на дисперсию вот этой вот штуки. как оказалось. А это типа для численной стабильности, да? Ну, с которой там складываются знаменатели. Да, это, ну, то есть если неожиданно у нас что-то стало там нулевым, либо очень маленьким, то давайте, ну, какую-то там добавим маленькую константу, чтобы у нас ничего не развалилось. То есть это просто стандартный трюк. То есть я могу это убрать, но тогда это может где-то сломаться. вот. То есть это ни на что не влияет. Вот. То есть вот такая нормализация, как оказалось, работает, во-первых, лучше, чем Adaptive Instance Normalization в нашем фреймворке. Освобождает нас от проблем с бликами, когда у нас пришла какая-то очень большая компонента стиля. И, в принципе, вот в таком виде они это оставили. То есть теперь у нас нормализация выглядит вот так. То есть дальше, что попало под нож? Как раз я говорил о том, что у нас наш пайплайн тренировочный, он чересчур инженерный в том смысле, что мы каждый следующий скейл тренируем, когда уже тренировали предыдущий. И, естественно, с этим делать надо было что-то. И сделали что? Сделали так называемый прогрессивный рост разрешения. То есть они добавили... Теперь они генерируют сразу всю пирамиду изображений. То есть у них... Изначально генератор представляет уже все блоки и для 4х4 и вплоть до максимального разрешения. При этом каждый блок теперь у нас по-прежнему предсказывает выходное изображение, но не само выходное, а только его некоторую часть. То есть выходное изображение теперь представляет сумму всех промежуточных предиктов со всех слоев. И вот такой вот SkipConnection, позволяет нам фактически из... Независимо какое мы разрешение предсказываем, пропускать градиент практически без изменений в любой промежуточный слой, что позволяет нам стабилизировать тренировку. Соответственно, теперь вот добавив такой простой скеп-генератор, мы можем сразу тренироваться на 1024-1024 без промежуточных вычислений на меньшем разрешении. И также авторы тут предположили, что такой генератор позволяет им также избежать ряд артефактов, в частности, когда там неконсистентно... Когда некоторые части генерируемого объекта неконсистентны, в частности, у нас может быть, например, зубы не соответствовать положению головы на сцене. То есть у нас там человек смотрит влево, а его зубы почему-то смотрят вправо. Вот. Но сами авторы не смогли внятно объяснить, почему это должно работать, и на практике не вот чтобы работает. То есть это выглядит просто какая-то дополнительная гипотеза, которую они выдвинули. Возможно, где-то она сработала, где-то она не сработала, но особо о ней думать не стоит. Можно тогда еще по этой картинке спросить? Я, может, немножко прослушал. Все-таки вот справа у нас стрелочки, которые идут, это выход сети. Справа? Да-да-да. Давай скажу. Справа это у нас, да, это выходы, просто вот каждый блок у нас на выходе каждого блока у нас получается некоторое количество каналов с некоторым своим пространственным разрешением. Вот раньше это у нас была пирамида, когда там 4 на 4, 8 на 8 и так далее. И мы просто берем вот эти латентные, ну, наши латентные переменные, наши каналы, и с них делаем prediction прямо в RGB сразу, выходную картинку. Вот, то есть у нас справа выходы каждого соответствующего блока с соответствующим разрешением, а слева это вот отображение этих каналов в RGB картинку и, соответственно, их суммирование по всем блокам. Вот. Понятно, то есть у нас опосредованное выход сети, теперь на выход сети больше влияют все предыдущие слои, то есть они не только посредованно влияют, но и прямо вот через это суммирование. Да, то есть теперь, ну, это фактически можно сказать такой некоторый residual получается, connection, то есть когда у нас каждый блок предсказывает некоторую частичку всего целого изображения. Точно, здорово. И tRGB это не тренируемая часть, это известный нет, tRGB это true RGB, но просто там как бы не убиралось на слайд, поэтому это tRGB. Вот, то есть это на самом деле просто обычная там свертка 1 на 1 вот из числа каналов в 3 на 3, ну, в 3 канала. То есть там тоже тренируемые параметры есть? Да, там есть тренируемые параметры, то есть там вот такая же свертка там используется, но единственное, что у нее ядро там не 3 на 3, а 1 на 1. И единственное, что еще у нее есть, у нее нет демодуляции, то есть мы применяем стиль, но не нормализуем его, потому что мы как бы уже хотим получить какое-то нормализованное распределение реальных данных. Понятно, спасибо. Да, теперь ясно, спасибо. Ну, собственно, это были основные модификации для StyleGAN 2 относительно StyleGAN 1. И потом с некоторой задержкой, то есть там через несколько месяцев вышла еще одна статья под названием StyleGAN 2 Ада. Там, по-моему, качество не улучшили, по крайней мере, вот для генерации лиц на большом разрешении, но добились сходимости устойчивой на небольших выборках данных. То есть если у нас, например, есть всего тысяча картинок, то мы тоже можем тренировать StyleGAN. Единственная модификация, по сути, которая была сделана, добавились адаптивные дифференцируемые агментации. То есть идея какая? Как мы помним наш фреймворк, у нас есть некоторый генератор, который генерирует картинки, и есть дискриминатор, который их оценивает. Вот по своей сути дискриминатор у нас является бинарным классификатором. Как мы знаем, что задача классификации – это очень простая задача, и у нас обычно сети, если мы просто решаем какую-то сферическую задачу классификации в вакууме, не связанную с генеративными сетями, то если мы не используем аугментации на входе, у нас обычно очень быстро оверфитится наша сеть на входные данные, и это плохо. И, соответственно, мы обычно добавляем некоторое количество аугментаций. Хотелось бы этот же механизм перенести в пайплайн генеративного моделирования, но там есть проблема, что у нас из дискриминатора градиенты должны уметь ходить в генератор. То есть мы как бы не можем просто, не знаю, применить те же аугментации, которые используются в любой другой классификации, и надеяться, что у нас все будет работать. То есть нам нужно применять такие аугментации, которые не сломают как раз вот backward pass. И долгое время никто вот эту прослойку не использовал. То есть брали просто выход из генератора и сразу пихали в дискриминатор. У нас дискриминатор быстро оверфитился, и как бы фокус не получался. Тут было предложено, на самом деле предложили оригинально не они, но они это заиспользовали в своем фриверке. То есть некоторое количество аугментаций, которые умеют, ну через которые можно делать backward pass. Вот, и это вот вся модификация. То есть мы добавляем дифференцируемую аугментацию, после чего у нас дискриминатор перестает оверфитить, по крайней мере, так сильно, и, соответственно, это нам позволяет обучаться на маленьких данных, на которых бы он оверфитился очень быстро. Но на самом деле дефауки, они помогают, и когда у нас есть очень много входных данных, все это все равно делает жизнь дискриминатора проще. Ну и по большому счету на конец 2020 года вот это было все, что существовало в области стайлбейс-генераторов. И вот как я уже там, отвечая на вопрос ранее, сказал, что вокруг всего этого получилось много попутного ресерча. То есть, ну, во-первых, он был связан как раз с тем, что мы хотели реальной фотографии отображать в латентное пространство и как-то их там редактировать. Плюс оказалось, что, в принципе, сам по себе стайлбейс-ген можно применять ко многу разных задач. Например, делать бесконечные панорамы. То есть, наверное, кто-то видел работу, кажется, Infinity Gun от нашего соотечественника из компании Snap. То есть, они тренировали стайлбейс-ген, который генерирует пейзажи, и хитрым образом, используя пейдинги на краях, они научились склеивать несколько генерации в одну непрерывную панораму с достаточно консистентным ландшафтом. Вот. Кроме этого, например, компания Walt Disney, как оказалось недавно, экспериментирует со стайлбейс-сетями, в частности, со стайлбейс-ган-2 для повышения реалистичности своего CGI. То есть, они рисуют некоторое там CGI-ное лицо трехмерное, после чего используют стайлбейс-ган-2 в качестве нейрорендеринга для того, чтобы получить более качественное изображение, более фотореалистичное. Насколько это у них в продакшене, неизвестно, но вот такие новости были. Соответственно, и другие исследователи вокруг стайлбана тоже пытались как-то связывать фотореалистичную генерацию с некоторой трехмерной моделью. То есть, пытались привязывать к ней 3DMM, это 3DMorphableModels, пытались делать прямо генерацию из стайлбан еще попутно и там какой-то депс, то есть, чтобы получить сразу трехмерный объект и так далее. Также была, например, интересная работа это стайлклип. То есть, когда вы отображали свою фотографию, например, в латентное пространство стайлбана, и после этого по текстовому описанию как-то редактировали изображение. И тут что хотелось сказать, что большое количество каких-то более-менее прикладных кейсов к этой сети породило такую нужду, что хотелось бы все эти задачи решать в продакшене. А продакшен у нас, он для генеративной сети два момента. Во-первых, это миллионы пользователей, во-вторых, это хотелось бы делать на мобильных устройствах. То есть, и в том и в другом случае очевидно, что хотелось бы получить некоторую очень легковесную сеть, как некоторый такой бэкэнд, для решения других задач, потому что мы сверху будем там, возможно, еще какие-то дополнительные сети на нее наслаивать. И вот как раз где-то примерно в конце 2020 года ничего этого не было. То есть, был некоторый стайлган 2, сам по себе он огромный, вычислительная сложность стайлган 2, она, по-моему, 144 гигафлопа. То есть, это, в принципе, достаточно существенно. Это не так много по сравнению со state-of-the-art трансформерами, такими как там GPT-3 какой-нибудь, XXL, но это много. То есть, на MBZ-устройствах принято считать, что порядка там 10-20 гигафлоп мы как бы можем инфрейс. Вот там больше 100, это сразу нет. Поэтому, когда для меня возник некоторый вопрос, хотелось бы понять, насколько в генеративном моделировании вообще применимы методы компрессии сетей, и насколько я могу взять какую-нибудь бескомпромиссно-качественную сеть и утрамбовать ее в сотовый телефон. Как раз вот, что мне приглянулось, это стайлган 2. Соответственно, возник у меня некоторый небольшой такой сайт-проект, в котором я попытался пожать эту сеть, для того, чтобы ее можно было выполнять на сотовом телефоне. Результатом этого проекта, в частности, стала опубликованная статья с описанием новой архитектуры Mobile Style Gun. Это эффективная, но вычислительно эффективная модификация Style Gun 2, естественно, с компромиссами по качеству, но вроде что-то вменяемое получилось. Если посмотреть на этом слайде направо, то это как раз примеры сгенерированных сэмплов уже маленькой сетью. Давайте теперь тогда поговорим о том, как вообще сжимать Style Gun. Напомню, как выглядела оригинальная архитектура. Посмотрите на нее, в таком виде мы ее больше не увидим. То есть у нас есть некоторые mapping network, есть некоторая модель synthesis network, как они ее называют. Это вот как раз наш непосредственно сверточный генератор. Первое, на что я обратил внимание, что сама по себе mapping network, она очень маленькая. То есть у нас обычно там латентные переменные имеют маленькую размерность, например, 512. Это вот как раз для high-res leads. И там несколько full-connected слоев, которые не меняют ее размер. Сейчас там 8 FC-слоев, которые отображают в конечном итоге в тот же 512 вектор. Вот эта вот сетка, она настолько легковесна, что я не стал ее вообще трогать. И использовал прямо притренированную версию из оригинальной сети. Основные флопы лежали как раз вот в synthesis network, то есть это порядка 144 гигафлоп. Вся сеть, и естественно, она подверглась максимальным модификациям. Первое, о чем хотелось бы сказать. Давайте порассуждаем. Когда мы решаем какие-то дискриминативные задачи из компьютерного зрения, то есть это там и классификация, и детектирование, сегментация. Если мы работаем с какими-то большими изображениями, то обычно стандартным трюком является, что мы приходим, нам на вход приходит некоторое большое изображение. Мы его очень агрессивно в первых слоях уменьшаем по спешл размерностям, но, например, увеличивая, то есть у нас приходит большое, мы его резко уменьшаем в пространственных, его резко уменьшаем пространственное разрешение, но увеличиваем количество каналов. И дальше работаем с очень маленьким разрешением, но на большом количестве слоев. Обычно мы это мотивируем тем, что в дискриминативных задачах нам не важно, какие детали были на изображении. Для того, чтобы найти лицо на изображении, нам не нужно знать его там мимические морщины и волоски по отдельности. Нам достаточно в целом понять общую композицию лица, и тогда мы ее найдем. Соответственно, мы можем игнорировать детали, что и происходит при резком уменьшении разрешения. Там мы говорим про генеративное моделирование, то у нас как раз основная задача в том, чтобы получить вот эти вот мелкие детали. То есть если мы будем генерировать лицо без морщин, без волос и без каких-то таких мелких особенностей специфических, то человек сразу поймет, что это просто картинка, а не что-то похожее на реальное лицо. Поэтому обычно у нас разрешение увеличивается прогрессивно, достаточно плавно, и чем больше разрешение, тем у нас больше вычислений получается. Это проблема. И хотелось бы тут заиспользовать какой-то трюк, похожий вот на то, как мы в дискриминативном обучении резко уменьшаем разрешение. А тут нам бы хотелось его как-то резко увеличивать, и при этом не терять качество, не терять мелкие детали. И тут на самом деле в ходе размышлений вспомнилась такая штука. Наверное, многие слышали, что есть алгоритм под названием JPEG 2000. Это непринятый стандарт сжатия изображений, который работает на основе вейвлетов. То есть там общая идея, какая у нас, нам приходит картинка. Но, как нам известно, для того, чтобы сжать какие-то данные, нам хотелось бы, чтобы в них были длинные последовательности одинаковых значений. В картинках это обычно не так, потому что у нас даже два визуально похожих пикселя соседних, они могут иметь разную интенсивность. И вот как они получают эти последовательности. Они берут изображение, делают для него вейвлет разложения, то есть раскладывают изображение на частоты. То есть у них получается некоторое там низкочастотное, один канал с низкими частотами и некоторое количество каналов высокими частотами. Высокие частоты у нас получаются достаточно разреженными, поэтому мы можем их там затрешелдить и дальше применить к ним любой алгоритм, сжать, и это нам позволит уменьшить изображение. Вот к низким частотам мы можем применять это вейвлет разложения много раз, и соответственно, у нас там останется очень маленькое количество пикселей, которые как раз являются, которые соседние значения различаются, которые мы не можем пожать, но будет много высокочастотных каналов, которые мы сжать можем. И тут есть два момента. Во-первых, само по себе вейвлет разложения, когда мы уменьшаем разрешение изображения в два раза, оно является обратимым и без потери качества. То есть мы уменьшили изображение в два раза, количество информации у нас не уменьшилось, но мы можем его развернуть обратно вот в исходное изображение. У нас там разлет будет, ну, с точностью до флотовых вычислений. Это первое. Второе, поскольку, когда мы делаем сжатие, мы делаем некоторый тришолдинг на высокие частоты, и когда мы обратно разворачиваем в исходное изображение, то обычно у нас потеря качества визуально не очень большая. Это говорит нам о том, что вот эти каналы, они, вообще говоря, устойчивы к деформациям. То есть если у нас обычно сеть у нас не очень качественно предсказывают output, как бы нам это не хотелось. Поэтому если у нас будут какие-то промахи в предсказании высокочастотных каналов, то, скорее всего, это не будет предсказываться на визуальной составляющей выходного изображения. И вот тут возникла идея, что давайте у нас нейронная сеть будет предсказывать не RGB-картинку, как это обычно делается, а предсказывать ее вейвлет разложения. Это нам позволяет сразу автоматически уменьшить разрешение в два раза. А как нам известно, в сверточных слоях у нас разрешение растет квадратично относительно пространственного разрешения. И, соответственно, когда мы уменьшаем в два раза картинку, но пускай вытягиваем ее в каналах, то мы как бы квадратичную сложность уменьшаем, но увеличиваем линейную. И все равно получаем выигрыш по вычислениям. Ну и плюс у нас появляется достаточно сильная регуляризация на высокие частоты, потому что теперь они у нас предсказываются в явном виде, а не вот как раньше в RGB. Если повезло, предсказалось. Если не повезло, то не предсказалось. Вот. И есть еще замечательная штука, что в частности у себя я использовал вейвлюты Хаара. То есть для тех, кто знает, это очень такая простая фича, двухмерная свертка 2 на 2, которая вычислительно может быть реализована вообще без умножений либо делений. То есть это просто сложение, вычитание. То есть это на железе очень легко реализуемая операция. Если посмотреть на левую часть слайда, это, собственно говоря, формула вычисления обратного разложения, обратного вейвлит разложения с применением Хааровских фильтров. То есть это очень простая операция. И, соответственно, теперь у нас, мы эту вещь заинъектили в нашу сеть. Теперь у нас в Тайлгане стало на один блок меньше. Мы полностью убрали блок, который отвечает за генерацию разрешения в максимальном разрешении, потому что теперь мы можем предсказывать прямо с предыдущего блока. И это нам позволяет примерно выкидывает порядка 20, по-моему, гигафлоп вычислений. То есть один верхний блок занимал где-то порядка 20 гигафлоп. Это первая модификация, относящаяся к модификациям лид. Модификация представления изображений. И на самом деле интересная штука, что примерно в одно время с вот этой работой была опубликована другая работа под названием SWAGAN. Некоторая исследовательская группа из Израиля тоже обратила внимание на Стайлганы и пыталась улучшать его качество. То есть не сжимать, а улучшать. И они там тоже использовали вейвлеты ХААРа. И, соответственно, в своем обзоричном стаде они показали, что действительно использование вейвлет-разложения в качестве таргета для генеративных сетей позволяет существенно повысить качество генерации высоких частот. Чего нельзя вообще никогда добиться при генерации RGB-картинок. Далее, проводя аналогию между Mobile Style Gun и всем известным Mobile Net Network, то нам хотелось бы как-то наши обычные свертки DENSE сделать депсвайс свертками. Вот. Как мы это делаем? То есть если мы вспомним, как выглядит свертка в Талган 2, то мы берем kernel, домножаем его на стиль, нормализуем и вот таким ядром сворачиваем нашу активацию. Чтобы нам сделать всего депсвайсом, во-первых, мы можем применять модуляцию и демодуляцию как к ядру свертки, так мы можем применять и соответствующую к активациям. То есть модуляцию можем применять относительно входных каналов, демодуляцию относительно выходных каналов и вынести вот эту операцию за свертку. То есть у нас будет модуляция, затем свертка, затем демодуляция. Вот. И когда у нас свертка получается сама по себе, мы ее можем просто взять и разложить депсвайс. То есть сделать свертку, депсвайс свертку 3 на 3 и дальше сделать permutation 1 на 1. Это прям самый стандартный вариант депсвайса, который был использован в MobileNet 1. Единственное, что, как нам теперь посчитать коэффициенты демодуляции, поскольку у нас вот теперь две последовательные свертки идут. На самом деле это все тривиально, поскольку эти две последовательные свертки, их можно объединить обратно в одну плотную, то есть просто нужно два эти kernels перемножить. Соответственно, коэффициенты демодуляции у нас получаются просто как... То есть единственное, что нам нужно заменить, нужно вот ядро свертки оригинальной заменить на произведение двух ядер наших новых, то есть там депсвайса и пиктельвайса. И все. И вот эта операция нам сразу позволяет там уменьшить существенное количество флопов. Но единственное, что тут еще можно посмотреть, что вот если мы сеть натренировали, то у нас в нормализации веса у нас становятся фиксированными, а вот стиль не фиксированный. То есть нам на каждом инференсе для того, чтобы посчитать демодуляцию, приходится считать некрасивую функцию этой единицы, делить вот на корень там из вот этой вот красоты. Это плохая операция для того, чтобы вычислять ее на железе. И на самом деле единственная мотивация к этому в том, что у нас компоненты нашего вектора стиля, они могут иметь какую-то неадекватную магнитуду. Вот. Но на практике, если посчитать статистики уже для от тренированной сети, то диапазон значений вот этого вектора стиля в среднем лежит от минус 1 до 1. Вот. Но там бывают некоторые вылеты, но они прям очень редкие. То есть это такая получается гусяна, острая и без шлейфов. Соответственно, тут пришла вот такая тривиальная идея, что давайте мы заменим в демодуляции явное вычисление нормализующего коэффициента относительно стиля на предсказываемое значение. То есть если мы заменяем на некоторые тренируемые параметры вот это вот SIT в демодуляции, то когда мы уже сеть натренировали, у нас полностью вся демодуляция она превращается в константу. И вообще говоря, ее можно сразу замерзить в ядро предыдущей свертки. То есть вот если мы делаем вот как сейчас с с края правую операцию, то на inference на самом деле мы вычитаем модуляцию, затем демодуляцию свертку, затем свертку, пиксельвайс и все. Демодуляции у нас нет. Она вот теперь внутри ядра этой свертки. Это нам еще экономит некоторое количество операций, причем достаточно некрасивых. Вот. Это что касается... То есть теперь у нас получилась операция демодуляции separable modulated convolution. Вычислительно эффективная версия нашей вот исходной modulated convolution. И мы ее использовали далее внутри всей сети. И также, если поговорить о обсемплингах, то есть если в оригинальном структурном блоке StyleGAN увеличение разрешения происходило, как они делали modulated transposed convolution. Ну то есть просто обычную деконволюцию, но там вот своими модуляциями и демодуляциями. И тут на самом деле есть инсайт такой, что transposed конволюции очень плохо работают, если их начать делать из них дипсвайс. Вот. То есть просто все разваливается. И тут пришла такая мысль. Как мы помним, исходно из прогрессивга и StyleGAN-1. У нас каждый последующий блок является, ну, в некотором смысле, суперрезолюшеном для предыдущего блока. И, соответственно, оно, во-первых, является с точки зрения predictor, то есть у нас предсказывает там тоже разрешение, что и на предыдущем блоке, но с большим разрешением. И в том же, и можно думать о том, что латентные фичи, вот эти вот каналы, которые ходят между блоками, они тоже являются суперрезолюшеном для предыдущего. И тут возникает мысль, а почему бы тогда нам не сделать, ну, тоже не разложить наши промежуточные фичи на частоты. И, соответственно, возникает идея, давайте делать upsampling через обратное веблет разложения. То есть у нас приходит пачка каналов, мы к ней применяем вот обратное веблет разложения, соответственно, у нас число каналов уменьшается в четыре раза и пространственное разрешение увеличивается вдвое. и в некотором смысле это накладывает регуляризацию на предыдущий блок, как будто у него там три четверти канала должны отвечать за высокие частоты и одна четверть за низкие частоты. Это получается достаточно консистентно с тем, что мы также в таком же представлении предсказываем изображение. И для того, чтобы компенсировать существенное уменьшение количества обучаемых параметров вот из того, что мы заменили обучаемую транспозит конволюцию на не обучаемое веблет разложения обратное, мы еще дополнительно добавляем depth-wise modulated convolution сверху на дабсэмплинг. То есть она растягивает количество каналов нам в нужное для блока и делает дополнительную свертку. Оказалось, что вот эта операция работает, ну, по крайней мере, не хуже, чем оригинальная транспозит конволюция и при этом имеет меньшее количество floating-поинтов, ну, меньшее количество вычислений. Насколько эта гипотеза была верной, сложно сказать, но работает неплохо. Вот. Вот по этой картинке можно все-таки узнать. Я так понимаю, что то, что мы сейчас делаем, вот эта архитектура, она должна быть совместимой по весам с оригинальной архитектурой, то есть можно... Не обязательно. Ага. Ну, ключевой момент, мы ее будем тренировать. А, все. То есть ее надо все равно тренировать и нельзя просто так сконвертировать из оригинальной архитектуры под веб? Да, к сожалению, обычно нельзя как-то там, не тренируя, помодифицировать сети и уменьшить ее количество вычислений. То есть, конечно, у нас будет процедура тренировки, но мы будем переиспользовать, ну, мы будем переиспользовать веса исходной модели, но об этом поговорим, когда будем говорить о пайплайне тренировочном. Сейчас мы просто модифицируем архитектуру точно так же, как они это делали там в StyleGAN-2, относительно StyleGAN-1. То есть мы там смотрим на блоки, которые тяжелые, и пытаемся сделать из них чуть более легкие блоки. Вот. То есть вот не надо думать, что мы потом веса как-то по простой операции сконвертируем, к сожалению. Окей, понятно. Вот. Опять же, если вспомнить такую штуку, как прогрессивное увеличение или вот этот Skip-генератор, что о нем можно сказать? Во-первых, в нем есть вычисления, то есть это 2RGB, это операция, которая сверточная. Она несет некоторое количество флопов. Во-вторых, с точки зрения инференса, нам нужно хранить некоторый буфер, в котором мы будем просто вот это вот аккумулировать. То есть обычно это для железа тоже не очень хорошо, потому что у нас есть некоторый дополнительный буфер, мы в него что-то кладем, а памяти у нас обычно может быть мало, и к ним может быть там какой-то медленный доступ, и это все очень плохо. И единственная мотивация для того, чтобы иметь этот Skip-генератор, для того, чтобы у нас есть, в принципе, тренировалось. То есть до этого они вот тренировали послойно, а теперь они тренируют это все jointly. Вот. То есть если бы мы смогли придумать тренировочный пайплайн, в котором мы сразу тренируем все это jointly, но при этом нам не требуется Skip-генератор, то нам он, в принципе, и не нужен. То есть мы бы могли его просто взять и выкинуть. То есть вот там гипотеза о том, что якобы он еще дополнительно должен улучшать качество генерации, но они не выглядят достаточно обоснованными, чтобы мириться вот с этими флопами. Поэтому что сделали мы? Ну, взяли и убрали этот Skip-генератор. А вместо этого у нас теперь каждый блок на своем скейле предсказывает выходное изображение. То есть на каждом блоке у нас есть голова, которая предсказывает финальное изображение, но в соответствующем ему пространственном разрешении. То есть у нас есть некоторая финальная голова на верхнем блоке, которая предсказывает уже то, что мы хотим, и есть некоторые вспомогательные головы на каждом промежуточном блоке. Вспомогательные головы нам нужны как раз для того, чтобы стабилизировать сходимость уже в процессе тренировки. Мы их будем использовать, но как именно, поговорим позже. Что еще про них нужно сказать, что когда у нас уже осуществляется inference-сети, вот эти вот блоки промежуточные, они выкидываются. То есть вспомогательных голов у нас нет, у нас есть только одна голова, которая предсказывает финальный результат. Но тут тоже с некоторыми оговорками, о которых поговорим чуть позже. Но сейчас понимаем, что просто мы убрали скип-генератор, и теперь у нас есть вспомогательные головы. Это нам тоже отгружает некоторое количество флопов, плюс упрощает раскладку по памяти для того, что мы генерируем по ходу дела. И если говорить о полной модификации блока, то вот у нас был оригинальный блок StyleGun 2, он изображен слева. То есть вот у нас приходит какая-то активация с предыдущего блока, либо там с ConstantInput. Мы применяем к нему TransposedConvolution, увеличиваем. Плюс они использовали операцию UpFirden. Это фактически Blur. То есть это там дополнительная свертка с определенным ядром. Потом они делали ModulatedConvolution. Из него предсказывали RGB, складывали с заобсэмпленным RGB и предыдущего слоя, и, соответственно, наружу отдавали свой Latent и RGB. Теперь в нашем случае у нас приходит активация. Мы делаем для нее обратное веб-разложение, чтобы ее заобсэмплить. Потом дважды применяем DipsWise, ModulatedConvolution. С последней свертки мы делаем происказание частот, которые потом мы можем обратно веб-разложением превратить в RGB-шную картинку. И вот на вход отдаем Latent, и совсем на выход отдаем вот нашу вот эту картинку и частоты. То есть они не идут в следующий блок, они идут наружу сети. Вот так у нас выглядит наш вычислительный блок. Соответственно, вся сеть MobileStyleGun состоит из таких блоков, и этих блоков на один меньше, чем у оригинального StyleGun, потому что мы с разрешением 512 можем предсказать картинку в разрешении 1024. И, соответственно, теперь как вот эту архитектуру тренировать. Вот это общая схема нашего тренировочного пайплайна. То есть тут происходит, что у нас... Вообще наш пайплайн основывается на всем известной технике дистилляции знаний из учителя к ученику. То есть в качестве учителя у нас используется наш StyleGun 2, в качестве ученика используется наша сеть. Что тут нужно сказать? Во-первых, что Mapping Network у нас общий для учителя и для ученика. Мы его вообще никак не тренируем, мы используем уже протренированный Mapping Network от оригинальной сети StyleGun. Соответственно, Latent у нас уже фиксированный. И далее на этом фиксированном Latent мы учимся нашей сетью имитировать поведение учительской сети StyleGun. Соответственно, они принимают на вход общий стиль и шум. Но шум там используется дополнительно для перетурбаций, активаций, чтобы чуть более реалистичная генерация была. То есть с точки зрения архитектуры, это не очень важная фича. Они генерируют свои аутпуты. То есть в случае мобильного StyleGun, это у нас пирамида изображений из каждого слоя. В случае оригинальной сети, это у нас одна картинка, которую мы потом модифицируем тоже в пирамиду изображений. И далее некоторое количество loss-функций, которые как раз отвечают за то, чтобы аутпут мобильной сети соответствовал с аутпутом оригинальной сети. То есть у нас задача тут на самом деле parent generation. То есть у нас для каждого генерируемого сэмпла нашей легковесной сетью есть ground-truth значение оригинальной сети. И тут стоит заметить, что вообще весь pipeline он не использовал реальных данных, то есть реального тренировочного датасета, который использовался для тренировки StyleGun 2. Вот никому не советую так делать, но это была вынужденная мера. То есть там даже из оригинальной статьи Хинтона про дистилляцию знаний, в принципе, становится очевидно, что обычно, если мы тренируем без оригинальных данных, только на дистилляции, то есть на перегонке знаний из какой-то другой сети, у нас получается accuracy drop. Но поскольку все эксперименты я проводил на легковесных дешевых инстансах, обычно это сервис какой-то VAS TAI, то есть там это стендалон тачки без какого-то сетевого шарного хранилища, то было достаточно проблематично организовать какой-то дата-стриминг ground-truth данных, которые порядка 100 гигабайт занимают, на каждую новую тачку. И поэтому пришлось от них отказаться и обучаться только на синтетике, получаемой из оригинальной сети. Скорее всего, вот это решение привело к максимальному accuracy drop, даже больше, чем все архитектурные модификации, но имеем, что имеем. Всего у нас есть три наши loss-функции. Это pixel-wise loss, это фактически наша дистилляция. Perceptual loss, это тоже фактически наша дистилляция. Pixel-wise только немного с модификациями. И вот, собственно, есть loss, как раз генеративный, GAN loss с дискриминатором. Давайте поговорим о каждом по отдельности. То есть, во-первых, самый простой это pixel-level distillation loss. Это фактически L1, ну либо L2, не особо важно. То есть, в моем случае, это вообще была сумма L1 плюс L2 лосов между выходами оригинальной сети и выходом нашей маленькой сети. То есть, у нас каждая вот эта вот наша prediction hat, она предсказывает, во-первых, частотное разложение таргетной картинки, во-вторых, к RGB-шену. Мы можем тоже получить для соответствующего скейла просто интерполяцию и разложение вейвлеты из оригинальной сети и ее RGB-шену на нужном нам скейле и ее разложение. Пардон. И, соответственно, мы считаем как раз этот L1 loss между предиктом и ground-русом. Но поскольку у нас преобразование частотное, оно обратимо, то возникает вопрос, зачем мы как бы сводим L1 и на частотах, и на RGB-шенах. Каждый, кто, наверное, тренировал какую-то такую регрессию feature map в обычном дискриминативном обучении, знает, что если у нас feature map содержит малое количество значимой информации, ну, например, это какая-то бинарная сегментация, где очень маленькие объекты на очень большом количестве фона, то сетки зачастую выгодно просто взять и ничего не предсказывать. Ну, то есть, ну, ошибается она там в очень маленьком количестве точек, но при этом в большом количестве точек она не ошибается, предсказывая фон. В случае нашего вавилет-разложения у нас высокочастотный канал, они как раз являются такими же feature map-ами, содержащими малое количество информации, ну, потому что высокие частоты у нас, они как бы достаточно спарс, имеют структуру разреженную. Поэтому хотелось бы как-то дополнительно добавить регуляризацию на то, чтобы из нашего вавилет-разложения мы могли предсказать корректный RGB. И RGB у нас служит, ну, фактически в некотором смысле таким перевзвешиванием градиента для предсказываемого частотного разложения. Оно балансирует градиент между тем, что мы предсказываем низкие частоты и чтобы мы предсказывали при этом высокие частоты тоже, не забывая о них. Поэтому вот такая вот получилась конструкция. Зато она не требует дополнительных каких-то там гиперпараметров для балансировки между частотами. Это плюс. Также мы использовали дополнительные Perception Loss. То есть, как известно, если мы используем при генеративном моделировании простые там или один или два лоссы, то обычно мы сходимся к чему-то достаточно блюрному. И поскольку обычный Gun Loss, он достаточно долго сходится, то нам хотелось бы на ранних этапах тренировки сходиться к чему-то лучше, чем за блюрное изображение. Поэтому обычно в таких пайплайнах используется также Perception Loss. Он тоже нам пришел из Style Transfer задач. То есть идея в нем такая, что давайте мы предпочитаем фичи некоторой сети от генерируемых изображений и оригинальных. И будем еще между промежуточными фичами вот этой вот сети какой-нибудь простой лосс тоже вроде или один или два. И это будет Perception Loss. То есть в оригинале мы использовали VG16 сетку. И для нее авторы показали, что у нас, если брать там некоторые промежуточные активации, то они будут какие-то отвечать там за сходство стиля между изображениями, какие-то за сходство между контентом на изображениях. Соответственно, наш Perception Loss, он берет и вот все эти головы между собой сводит. То есть, скорее всего, он драматично на сходимость он не влияет, но немножко стабилизирует пайплайн на ранних этапах тренировки. Ну и основной лосс. Это у нас, естественно, генеративный лосс. В отличие от ванильного, если вспомнить, то в оригинале Ян Гудфелл предлагал очень простую лосину для того, чтобы применять этот ган-лосс. То есть это была какая-то минимаксная формула, которая много раз критиковалась после того, как эта статья вышла. Было очень много модификаций. И в данном случае мы использовали так называемый нонстрейтинг ган-лосс. То есть есть некоторое количество статей, в которых описывается достаточно сложная теория, почему это работает. Они пытаются показать, что вот такая формула приводит к равновесию по нэшу. Но в данном случае нам нужно знать, что есть некоторый, можно сказать, классический ган-лосс. И плюс есть некоторая регуляризация на дискриминатор. Вот регуляризация, она так называется R2. По сути, что она делает, она просто стучит дискриминатору по рукам. Поскольку дискриминатор у нас обучается проще, чем генератор, то он обычно очень быстро оверфитит, и от него градиенты полезные идти перестают. Поэтому мы ограничиваем ему норму градиента, чтобы он обучался помедленней. И тогда нам генератор начинает успевать за ним. И у нас как раз происходит балансировка, когда лоссы на генератор, на дискриминатор имеют примерно одни значения, и тогда градиенты ходят как надо. И вот этот лосс, он на самом деле самый главный лосс, который у нас используется. Все предыдущие, они просто используются для того, чтобы балансировать сходимость. Этот как раз отвечает за то, чтобы у нас генерация была достаточно качественной. Если говорить про полный объектив, то у нас для студента, для нашей мобильной сети, у нас используется композиция всех трех классов. А для дискриминатора мы обучаем только один лосс на дискриминатор. То есть дискриминативный лосс плюс его регуляризация. В качестве самого дискриминатора мы использовали ResNet. То есть там, опять же, можно упомянуть, что в оригинальных статьях StyleGAN 2 авторы показали, что вообще во всех генеративных пайплайнах можно использовать один единственный дискриминатор, это просто ResNet, и вообще не париться на тему его топологии, что мы, собственно, и делали. Брали как есть и не парились. И вот такая дистилляция где-то примерно за 4 дня сходится к более-менее разумному качеству. Если говорить о качестве, то можно посмотреть. То есть оригинальный StyleGAN и Облфит 2.84. мы просели где-то примерно в 2.7 раз, в 7.75. Но эти цифры выглядят довольно страшно. Если смотреть глазами, то не очень страшно. И сейчас посмотрим. То есть по параметрам мы, соответственно, уменьшились примерно в 3.5 раза по G-Mac. Ну G-Mac это примерно то же самое, что G-Flop. То есть это количество умножений в сети. То есть из 140, ну там 143, 15 уменьшились до 15 гигафлоп. То есть вот вся наша маленькая сеть, она теперь весит меньше, чем один верхний блок StyleGAN-а 2. И по времени, то есть если посмотреть, оригинальный StyleGAN-а 2 на CPU, на 5-м ноутбучном процессоре 4.3 секунды генерировало одно изображение. Это цифры, полученные в PayTorch, собранном со всеми ключами оптимизации и с MKL-DNN. И если мы использовали, ну в данном случае это немножко такой мухлёж, мы использовали OpenVIN, который нам, помимо прочего, все наши оптимизации еще и зафьюзил качественно, то на том же самом процессоре мы ускоряемся в 30 раз, получаем 140 миллисекунд. То есть вот как раз сверхразнение достигается за счет того, что мы все операции зафьюзили, что по памяти у нас все красиво лежит. Поэтому кроме у сайтистских GMAC-ов увеличения, у нас еще тут добавляются инженерные оптимизации, позволяющие тоже ускоряться. И кроме прочего, мы также эту сетку попробовали запускать на iPhone. То есть это iPhone 12, который там с NPU, с GPU и с CPU. И вот в гетерогенном режиме он работает 220 миллисекунд на сэмпл. Ну то есть все равно там где-то немножко побыстрее, чем на ноутбучном CPU оригинальная сеть. Вот. То есть это вроде бы все, что я хотел тут сказать. Сейчас еще можно, чтобы понимать, о чем была речь, посмотреть. Вот примерно так выглядит генерация. Это в реальном времени параметры меняются или это просто запись? Вот давай сейчас сделаем в реальном времени, чтобы совсем было интересно. Время у нас есть, конечно, надеюсь. Есть. Так, отлично. Сделаем вот так вот. То есть помимо прочего мы опубликовали демку. Вернее, небольшую Python-библиотеку, которая позволяет... Так, ну давайте создадим какой-нибудь environment питоновский, чистенький. В него зайдем. Установим нашу демку. Я надеюсь, у нас там не изломалась эта демка за время, которое я не устанавливал. Так. Надо быстро установить. Отлично. Теперь давайте мы ее запустим и будем смотреть на циферки в реальном времени. Оно немножко долго думает на старте, потому что под вимоги не копирует сетку, но сейчас запустится. А запускаться она будет на процессоре или на GPU или на всем? А я сейчас сижу на макбуке, у меня тут GPU в принципе нет. Это вот только CPU, как раз тот, который я указал в слайдах. То есть это... Ну поскольку я сейчас трансляцию еще веду, то немножко есть провисание. Если трансляцию выключить, там будет порядка 130-140 миллисекунд на кадр. Вот. Здорово. Сейчас посмотрим, что он там нагрузил на процессор. Мне кажется, он задыхается. Так. Ну да, он какими-то этими сторонними... Он зумом занял 100% процессора, поэтому он пытается героически с ним бороться за ресурсы и не очень получается. Но в принципе все равно какая-то такая генерация есть в 5 FPS, что тоже неплохо. Да, и все равно быстро. То есть это картинка каждый раз, вот каждая буквальная смена вот эта небольшая, это полностью новая генерация, да? Да, да, это полностью генерация. Ну то есть тут pipeline какой, мы генерируем одну точку в латентном пространстве, другую точку в латентном пространстве и между ней интерполируемся. Ну то есть это как раз я о том говорил, что там запутанное, это распутанное пространство, то мы можем в принципе достаточно просто перемещаться внутри него между какими-то различными точками. Это будет выглядеть достаточно плавно, ну потому что как бы там сам этот он такой сглаженный, красивый. Соответственно можно генерировать два лица и из одного другое получить плавно. И на каждом шаге такая генерация будет независимая, просто inference. Отлично. То есть первую сеть здесь нет необходимости использовать сейчас, мап. Мы сразу в латентном пространстве генерируем точки. Да, ну... Нам нужно генерировать точки. Чтобы генерировать точку, мы что делаем? Мы генерируем случайную переменную, скармливаем в нее в mapping network, получаем отображение в space и дальше уже интерполируем. Процесс интерполяции, он не зависит от mapping network. От него зависит только исходная генерация вот этих у самих точек референсных. Ну там на самом деле сам по себе этот mapping network, я же говорю, он копеечный. Может быть там 100 мегафлоп какие-нибудь. Прямо очень мало. Даже незаметно будет во времени, что он там пробежал. Понятно, понятно. То есть я все-таки пытаюсь понять различия между исходным пространством шумовым, которое мы задаем, и вот этим пространством после мэппинга. Что нам мешает генерировать случайные точки сразу в mapping пространстве, между ними интерполироваться? Это будет не так красиво, либо там не лица тоже есть? А они запутанные, то есть ну как бы... Ну хорошо, ладно. Нам нужно будет... Не, на самом деле никакой разницы нет. То есть если мы сгенерировали две случайные перемены, мы можем просто на каждом шаге еще гонять mapping network и получать примерно то же самое. Это будет соответствовать, наверное. Но я не пробовал. Но должно соответствовать, потому что как бы ничто этому не противоречит. Но зачем это делать, если как бы у нас есть уже latent? То есть обычно там как раз история такая вот в каких-то аппликейшенах, что мы получаем latent и дальше работаем с ним. Отображение нам не очень интересно. Оно не очень важное с точки зрения каких-то практических задач. Ну, в общем, ладно. Так. Нужный вопрос. А вот это, еще раз я не очень понял, это интерполяция между уже распутанным пространством? Да. Это тот, который W space, который... Секунду. Ну, то есть вот у нас есть наша переменная Z, она запутанная. Вот там есть у нее там mapping latent W, это W space. Вот мы в нем интерполируемся. А что если в исходном Z пространстве интерполируется? Ну, я на самом деле не пробовал, но мы можем и попробовать. Давайте. Чего уж нам тут терять-то? Надеюсь, лайфкодинг никого не испугает, особенно в EMAX. Немножко экран закрывается. Ну, ладно. Если вы предлагаете делать интерполяцию внутри чего? Внутри Z. Ну, давайте сделаем... Там начало получается. В смысле? Сейчас нам нужно... Как же деменуруем рандомное число? Там не рандомное число, нам нужен рандомный вектор. Давайте сделаем рандомный вектор. Вот у нас будут две наши исходные точки. А дальше мы будем все это генерировать. Давайте. Это у нас будет называться Z. Я думаю, получится какая-нибудь фигня, но вдруг не получится. Это что-нибудь такое. Потом мы вот эту штуку все применим туда. это уже будет у нас style. Вот тут все поменяем. Так, это у нас теперь Z. То есть вот что-то такое, наверное. Так, давайте теперь допустим. Если не упадет, значит заработает. Ну, вот видите, то же самое получается. Ну, потому что, как бы, Interpolация, она и в Африке Interpolация. Но вот мы тут, да, мы немножко код не дописали. То есть нам нужно сделать... То есть нам нужно сделать... Вот тут вот... визуально. Да, спасибо. А что мешает тогда рандомно генерировать точки именно вот в этом V пространстве? То есть я так понимаю, что там какое-то... на какое-то многообразие мы маппимся, и там просто не все точки отвечают за лица или за... Не совсем. W — это прообраз Z, в котором компоненты распутаны. В том смысле, что у нас можно выделить некоторые сообщения компонента, отвечающие за конкретные визуальные фичи. Вот в исходном пространстве Z это сделать сложнее. Вот поэтому у нас вот этот мэппинг-нетворк нужно для этого. То есть нам просто делать какое-то такое преобразование, которое, ну, фактически, делает линейно разделимым пространство W. Но для этого демо мы могли бы случайно двумя генераторами случайных чисел уже в пространстве W генерировать две точки и между ними делать интерполяцию. Потому что сейчас... Нам нужен сэмплер, потому что как бы рэндом юниформ — это не факт, что будет соответствовать тому, что W. То есть рэндом юниформ — это вот наш Z. А потом у нас получилось какое-то новое распределение, у него какая-то своя форма. И если мы будем делать рэндом юниформ... Ну, я могу показать, что будет, если мы сделаем рэндом юниформ. Мы все сломаем, скорее всего, но не сильно. То есть если мы уберем вот эту вот стадию, у нас будет наш стиль равен Z. Вот теперь вот как вы хотите. то есть он теперь будет просто чаще выходить за... Он вышел за пределы своего латентного пространства. Он не понимает, что происходит. То есть там... Там еще такая есть штука, что в принципе даже не весь латент, который W, он корректный. То есть для того, чтобы делать вот прям вот хорошую генерацию, обычно находится, ну, какое-то такое среднее значение, примерно центр этого распределения. И вот недалеко отступая от него, мы будем генерировать не очень разнообразные, но очень качественные лица. Если мы будем генерировать по всему латент туда будет, там будут возникать, естественно, артефактные какие-то, уродливые лица, которые вообще не похожи на лица. Вот. То есть там латент, он не всюду плотный. Класс. Отлично. То есть по факту он как бы, он даже мог бы быть и меньший, если бы мы его еще развернули. При условии, что меньше, латент? Да. Но он же и так маленький, то есть, ну... Не, ну понятно. Я просто пытаюсь как-то сообразить, что там происходит в нем. То есть размерность вот этого... А, ну хотя, хотя, может быть... Размерность, ну то есть ты имеешь в виду, что спроизировать какую-нибудь меньшую размерность? Да, да. Может быть, можно, но, скорее всего, нет. То есть тут на самом деле... То есть делаем не только в размерности, не столько в размерности, даже сколько в ограниченности по значению, по... Да. Да, то есть там по компонентам, то есть мы нет, не всюду плотные. На самом деле, когда используются вот как раз для редактирования лиц, там даже используется не W space, а W plus space. То есть когда мы в каждый новый блок подаем вот разные W, вот эти вот латентные переменные, мы их оптимизируем, то есть у нас получается такое там количество блоков умножить на вот размер компоненты латентное пространство. Оно более выразительное, но оно более-менее корректное. Вот. То есть оно на самом деле достаточно большое. Ну, понятно, что это все равно какая-то такая интерполяция нашего там исходного дата-сета. Да, я вот думаю, можно ли здесь какие-то техники уменьшения размерности применить было бы, если бы у нас... Ну, это скорее всего ничего не даст. То есть, ну, это какие-то там копеечные оптимизации, то есть там можно, наверное, какой-нибудь, не знаю, это там SVD применить, там, не знаю, уменьшить количество компонентов там на 30 процентов и получить 5 процентов прироста качества на скорости. Скорее всего, какие-то такие там обычно бывают порядки при такой компрессии. А может, вопрос? Какое сейчас, ну, на данный момент разрешение в сетях генеративных, там тоже 1024 используется? Вне ужатых. На самом деле все по-разному. То есть, есть вот на момент 20-го года конца, то есть, когда я пытался найти, как раз это была, наверное, самая такая бескомпромиссная и по разрешению и по качеству съесть StyleGAN 2. То есть, у нее было там 1024 на 1024 разрешение. Вот. Ничего лучше не было. Потом появился, например, InfinityGAN. То есть, это как раз поверх StyleGAN 2, что я говорил, бесконечные панорамы. Но они там влево-вправо могут сколько угодно перемещаться окошками. Но само по себе окошко там работает где-то на 1024 разрешения. Вот. Есть там VQ-Wire, сейчас там VQ-GUN его модификация. Там, в принципе, можно, ну, любое разрешение, какое у тебя в память влезет. Вот. То есть, там Lightning, он просто кодирует с этим кодовой книжкой. То есть, я знаю, что там, по-моему, делают клип-гвид генерацию, там, не знаю, там 2048, наверное, 2048, может и больше. Вот. Но если говорить о каких-то таких интересных кейсах, типа там, не знаю, DALLE, например, DALLE работает на разрешении 256-256. То есть, я там делал модификацию для RUDAL, которая увеличила это разрешение до 512 на 512, но это как бы потолок. Вот. То есть, там концептуально дальше, наверное, сложно увеличивать. В основном работают, вот именно генераторы, они на невысоком разрешении. То есть, там 512, 3, 56-1024 это очень редко. Если говорить вообще о генеративных моделях, в том числе и Pix2Pix, то есть, это всевозможные там фильтры, масочки в Инстаграмах, они могут работать на больших разрешениях, но это фактически обычный UNED. То есть, он там на вход принял картинку, на выход выдал картинку. Они достаточно легко тренируются, достаточно устойчивы, и там разрешение можно большое пихать. Вот. А просто вот такая идея в голову пришла, что если использовать вот эту идею с вейвлетами, вот, и получается, ну, засунуть ее в исходный пайплайн для, вот, оригинальной тренировки с Телган, и, например, получить, наверное, по сути, за бесплатный апсемплинг, там, типа, в два раза, то есть, оставить все блоки, на изображение генилить, там, 2048, вот. Ну, да, тут как бы можно думать о том, что мы вейвлетами можем там уменьшить, ну, предсказывать либо аутпут с меньшего разрешения, либо предсказывать аутпут большего разрешения с оригинального аутпута, да, но единственное, что нужны, во-первых, данные, которые там 2048 дадут, то есть там оригинальный датасет, на котором тренируется это FFHQ, для него это просто максимальное разрешение, которое у него доступно, то есть если мы будем увеличивать его вдвое, это будет тоже какая-то интерполяция, ну, а зачем нам ее делать, если мы можем уже предикты интерполировать, то есть, ну, наверное, можно, то есть я вот так делал для этого, для Рудали, взял предтренированные веса, далее, и вот этого ихнего вакюгана, Зверовского, заменил там голову на вивлеты, потренировал маленько, получил, ну, какое-то разумное качество генерации, на удвоенном разрешении, но, естественно, с артефактами, потому что там не с нуля тренировалось, какая-то такая инородная штука получилась, там, на самом деле, можно дойти в оригинальной репозиторе этого Рудали, и посмотреть, там есть в документации, как включить этот режим, посмотреть, как это работает, то есть в другие сети тоже, да, можно так переносить, прикольная идея, спасибо, giochим。 Продолжение следует...